Только плохие новости. Дональд Трамп обвинил Гугл в предвзятости. Дескать, как не откроешь поисковик, выдают только негативные сообщения. И заодно пообещал разобраться с Фейсбуком и даже со своим любимым Твиттером. Что-то крыза злила президента, выяснил Дмитрий Анопченко. Раньше президента Америки расстраивала только пресса, но теперь он раскритиковал и поисковики. Раздражение вызвал тот факт, что каждый раз, когда он пишет в строке Гугла новости о Трампе, получает подборку исключительно критических статей. Результаты по запросу новости о Трампе показывают только просмотры и сообщения фейковых новостных СМИ. Другими словами, они подделали для меня и для других таким образом, что почти все статьи и новости плохие. Фейковые СНН играют важную роль. Пожаловался Трамп в своем Твиттер-аккаунте. И сделал вывод, Гугл и другие попросту прячут хорошие новости о нем. В самой кампании официально заявили, поиск никогда не используется, чтобы влиять на политику. И изменением результатов тоже никто не занимается. Но эти оправдания американского президента, похоже, не убедили. Даже после встречи с чиновниками ФИФА говорил не только о футболе. Набросился и на Гугл, и на остальных. Мол, в СМИ фейк-ньюс, ну а в интернете фейковый поиск. Думаю, что Гугл, что Твиттер с Фейсбуком идут сейчас по очень зыбкой почве. Им бы быть поосторожнее, ведь они не честны по отношению к большой части населения. При этом хозяин Белого дома уверен, с этой монополией на правду нужно бороться. Впечатление, что советники то ли не объяснили президенту, то ли сами не знают алгоритм поиска в Гугле. А там существует так называемый закон притяжения, благодаря которому результаты поиска по одним и тем же ключевым словам, вот скажем, Дональд Трамп, у разных людей тоже будут разными. Гугл ведь пытается в первую очередь показывать те результаты, которые, по его мнению, вас интересуют. Читаете много критических публикаций, ну значит и в результатах будет тоже много схожих материалов. Дональду Трампу в последнее время его помощники явно пересылают в основном линки на критические статьи Вашингтон-Пост или Нью-Йорк Таймс, ну значит и результаты в Гугле автоматически тоже показывают очень много негатива. Но в Белом доме этим аргументам вряд ли поверят и, позорившись с прессой, уже готовятся открывать второй фронт информационной войны. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.